Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о том, почему не исполняется желание. На самом деле у каждого человека есть желание, и мы хотим, чтобы они исполнялись. То есть мы хотим, чтобы то, что нам хочется, действительно происходило. Чтобы, например, у нас была хорошая работа, чтобы мы получали достаточно денег, была семья, дети, чтобы было достаточно здоровья, чтобы мы чувствовали себя хорошо. То есть очень много есть вещей, которые бы мы хотели, чтобы были в нашей жизни. Но не всегда это происходит. И бывает такое ощущение, что даже думаешь, а почему так происходит? То есть может быть я что-то неправильно делаю, то есть или там нужно как-то все делать иначе. Тут дело в другом. То есть человек, когда он создает какое-то намерение, бывает такое, что он создает его легко. То есть вот прям вот создал и отпустил его вселенной. И вложил туда вот свою душу, вот это свое, почувствовал даже на самом деле, что это уже произошло. И, конечно же, это тогда легко исполняется. То есть потому что у человека не возникает противонамерения в отношении. То есть если он создал намерение, я хочу получать стабильный доход в 10 тысяч евро каждый месяц. И у него нет противонамерения, что у меня это не получится, я не смогу это сделать, у меня нет денег, или там это не для меня. Вот тогда это все происходит. То есть легкий посыл и легкое исполнение без усилия и без противоусилия. А когда человек пытается любой ценой что-то протолкнуть, сделать, да, вот вы наверняка сталкивались с этим, когда хочется, чтобы что-то произошло. Хочу, например, чтобы мне дали повышение по работе, или хочу, чтобы моя жена всегда мне помогала, или я хочу, чтобы ребенок слушался меня. Хочу поехать в поездку на, допустим, в свой отпуск в какую-то экзотическую страну. То есть очень много хочу, и в то же время бывает это проталкиваешь с усилием. То есть не получается, ты все равно движешься, все равно хочешь, все равно, и то есть нету легкости. Потому что здесь есть противоусилия. То есть вот эти вот негативные постулаты, которые мешают пробиться через это. И когда человек вот таким образом действует, то есть стремится, пытается все равно достичь, они его не пускают. То есть он как бы продирается сквозь какую-то стену. А вот чтобы этой стены не было, очень важно понять, как она возникает. То есть у человека большое количество различных суждений негативных возникает и с детства. Тянется как карма из прошлых жизней. И что происходит? Они у него накапливаются и мешают ему действовать. То есть мешают ему жить вот этой счастливой жизнью и создавать постулаты, то есть суждения, которые ведут его к радости, к счастью, к лучшему выживанию. Когда мы обнаруживаем эти вот суждения, то мы их можем, конечно же, убрать. То есть мы можем убрать то, что мешает человеку. То есть если у вас есть постулат, я не смогу этого добиться. Или у меня недостаточно энергии. Или у меня мало денег. Эти постулаты, суждения, они лежат в случаях. То есть там, где был негативный заряд. Там человека подавляли, физически наказывали. Или наказывали, может быть, эмоционально. То есть подавляли словами, либо действиями. То есть сделали так, чтобы он приходил в состояние меньшей осознанности. То есть он, по сути, записывал это в свой ум, который действует на основе стимул реакции. И теперь, когда у него возникает ситуация, он просто не может пробиться через это. Потому что это ему преграждает путь. То есть говорит ему, нет, у тебя не получится, ты не сможешь это сделать. И даже бывают люди проговаривают это, делятся этим. Говорят, у меня не получится, не смогу. Это все как раз идет из этого ума, который действует как механизм на основе стимул реакции. И вот когда мы в процессинге обнаруживаем эти случаи и убираем оттуда эти негативные постулаты, у человека появляется энергия. И у него появляется вот эта легкость в исполнении постулата. И мы достигаем состояния, которое называется состоянием здесь и сейчас, состояние потока. Когда человек просто знает, что это произойдет, что все хорошо. То есть он чувствует вот эту легкость. У него даже, можно сказать, нет каких-либо желаний в данный момент. Потому что он, вот у него появляется какое-то ощущение, вот что-то, например, вот так вот правильно. Я сейчас пойду к морю и там встречу какого-то правильного человека. То есть и так и происходит. И вот в этом состоянии потока как раз жить очень классно. И получаешь максимальная радость и удовольствие от жизни. Попробуйте практику сделать. Посмотрите, какие у вас есть негативные убеждения. Выпишите их. И определите, с какими случаями это связано. Возможно, случаи не придут сразу. Но постепенно вы будете находить все больше и больше таких случаев. Используйте практику процессинга, объединившись с вашим напарником или самостоятельно, как вам удобно. И проработайте эти случаи. То есть уберите негативный заряд и эти негативные суждения. И тогда посмотрите, как теперь будут исполняться ваши желания. То есть просто проверьте, как было до этого, например, какое-то желание. А потом то же самое желание после практики. То есть и вы увидите, почувствуете легкость, что когда у вас нет вот этих негативных суждений, то все желания, которые, конечно же, направлены, то есть я имею в виду позитивные желания, они легко исполняются. И самый важный еще момент. Используйте собственную разумность и этику при принятии каких-то решений или желаний. Потому что это то, что ведет вас к осознанности, то, что ведет вас к свободе. Когда вы этичны, разумны, тогда вы можете принимать правильные решения, направленные на благо для вас, вашей семьи, общества в целом, человечества и всей Вселенной. На этом, друзья, на сегодня все. Все. Мы будем заканчивать. Если видео вам было полезным, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал. Конечно же, добавляйтесь в друзья. Все мои контакты будут указаны под этим видео. А также читайте две моих книги, которые тоже указаны будут в описании к этому видео. Я вам желаю счастья, и мы увидимся совсем скоро в следующем видео. А пока посмотрите, вот тут будут видео, которые тоже очень интересны, как избавиться от негативного заряда и как исправить карму. Они сейчас появятся. До скорой встречи.